Мои родители как раз из Белоруссии, приблизительно в 44-м году, как я сейчас узнал, мои родители оставили Белоруссию в то время, когда немцы отступали, красные входили. Мои родители уехали, и они чутились в Германии в беженских лагерях, там, где я и родился. После лагерей, в то время пребывания в лагере, нужно было найти спонсора, который пригласил нас из лагеря выехать, и такой спонсор нашелся, это был отец Константин Каминский, друг семьи, который уже был в Америке, и он прислал приглашение нам, и мы переехали тогда из Германии в Америку, и мы на первые годы жили в городе Филадельфия, и там мой отец тоже принял сам руку, служил священником. И вот мы пребывали в Филадельфии, на короткое время моя семья переехала в Нью-Йорк, а после этого и в Сан-Франциско. Когда я учился в семинарии, мы много слышали о соборе и о русской колонии в Сан-Франциско, насколько она сплоченная и сколько там делается. И у меня уже тогда появилось желание переехать, я убедил сначала мою семью переехать, а я еще потом учился по билетичному делу в университете. И вот когда я закончил, я переехал в Сан-Франциско, уже имел куда поселиться, и так что мои первые шаги в городе были удобные. Это уже было примерно 4 года после окончания семинария. Я переехал в Сан-Франциско, на меня обратил внимание правящий ловик архиепископ Антоний, и моя большая семья очень сблизилась с ним. Но я еще был холостой, так что о рукоположении нельзя было еще думать. И потом, когда я и нашел ухаживать своей женой, мне нужно было даже немножко скрыть мое, как сказать, желание рукополагаться, так и она остро не хотела быть матушкой. И когда этот вопрос поднялся после родов моего сына, лык Антоний, который мы все его называем апостол любви, сумел так умело подойти к моей супруге, что она не сопротивлялась, и я был рукоположен. Так что я был рукоположен и дьяконский сан, и священческий сан в этом соборе. Так что вся моя служба происходила и происходит именно в этом храме. По-английски называем академию, это St. John's Academy, потому что это правильно по-английски. Наш правящий архиепископ Антоний был против, это какая вы академия. В русском понятии совершенно другое заведение. Так что мы его по-русски называли Лицей Святительяна, по-английски St. John's Academy. Идея открытия школы, это было фактически затеем моей матушки. Она всегда мечтала именно работать в школьном деле, потому что ее родственница когда-то имела такую школу, и она всегда мечтала об этом. А так как образование в Сан-Франциско редкость низкое, когда мы говорим о городских школах, и вообще много-много неполезного в этих школах находится. Когда мои дети родились, мы их не посылали в городские школы. Первое время моя жена с ними занималась дома, когда она поняла, что она не сможет им дать все, что им нужно. Это послужило к тому, что в год прославления Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциско мы приступили к тому, что открыли эту школу. И она уже в этом году начинает свой 19-й год своего существования. Могу даже немножко, как сказать, похвалить мою жену в том отношении, что это единственная такая школа в Америке при русской и зарубежной церкви. То есть она директор этой школы? Была. Была. Хотя не несла-то титул, но она фактически, эта школа, была ее школа, она все свое сердце и все свои знания в нее вложила и очень успешно и вела. Сейчас уже, как время пришло, мы со временем подготовляли смену, что не хотели, что просто школа-то мы, как вначале многие считали, именно чтобы это было заведение именно настоящее, а не такое домашнее. И подготовили смену. И в этом году и она, и я, мы вышли из этой школы, и сейчас новая администрация там. Школа начинается, то, что называется детский сад, это kindergarten, и потом все классы от 1 по 12. После 12 класса дети идут, они уже идут в университеты. Школа до того поставила программу высокую и достойно это провела. То, что 100% наших, те, кто заканчивали школу, всегда все поступали и шли дальше, получить высшее образование. Школа построена на то, что называется классический способ. Это большой нажим именно на классические знания, и языки, и музыка. Так что очень-очень широкое такое образование, не только основные предметы, но и пение, и рисование, и, скажем, это очень широкое, широкое образовательное, в общем, и включая, конечно, основные предметы, которые дети должны, чтобы закончить и получить диплом. И при этом нужно учесть то, что мы не русская школа, мы православная школа. Наши все семьи, и все учителя, и все администрации, это православные, и поэтому наша школа привлекает не только детей своими семьями из русской церкви, но и из других юрисдикций. У нас есть американская юрисдикция, есть из антиохийской, греческой, и, в общем, у нас Булгария, так что у нас разные национальности, и не все, конечно, знают русский язык. У нас целая программа выработана, что в каждом классе определенная, как бы, эта часть православия приносится. Значит, первый класс, и первый класс, и наш детский сад, и первый класс, они сидят вместе, они ведутся, и там главные ученицы приходят с ними, так как и в втором классе такие общие, это предварительные понятия православия, начиная уже с третьего. В третьем классе мы... Есть учебник, к нам их приготовлен, который это Ветский Завет, в четвертом классе это Новый Завет, в пятом классе это христианская жизнь, в шестом классе есть церковная история, сейчас сразу не вспомню остальные. Мы в этом, в отношении уже высшие классы, тогда 9 по 12, там у них берем их всех вместе, и более и более тонкие предметы, в общем, есть там, например, проходим или катехизис, или догматическое богословие, сейчас точно у нас три предмета, которые чередуются каждые четыре года, это зависит от какой год. Но проблема у нас там, что дети приходят к нам с очень разным уровнем знания православия, то что нам приходится в каждом классе очень, как сказать, лавировать, чтобы сделать материал, чтобы он был доступен всем, кто на каком-то уровне, то что сказать, что догматично, то у нас строго то и то и то, а этого нету, потому что опять мы должны посмотреть на класс, кто в этом классе находится, и построить этот предмет, поставить он в том уровне, который было бы понятно, для всех, которые учатся. Мы, когда семья нам поступает, мы сначала смотрим на прошение, растительным беседуем, а потом мы идем домой, беседуем с семьей домой и видим, что дома делается. У нас очень большой нажим, чтобы была полная симфония между домом и школой, то, что то образование, то, простите, то воспитание, которое дается школе, чтобы это было то, что дается детям дома, чтобы это были одинаковые, чаянные родители и школы. Если мы этого не находим, тогда мы просим эту семью найти другую школу. Это первое. Во-вторых, школьная жизнь устроена так, что христианская мораль, она проникнута не только в этом предмете закона Божия, она и в математике, относится, она и в лидературе относится. Так что здесь большой нажим, чтобы именно полная, как бы, в общем, скажем так, самое трудное, но то, что мы больше стараемся достичь, это то, что православие не было здесь, но чтобы мы ум и сердце связали, чтобы ребенок чувствовал, что значит быть православным и как жить, как православный христианин. И так что, конечно, в школе это воспитывается тем, что должен быть дух любви между всеми. Учителя должны любить своих детей, учителя и учеников, ученики должны любить своих учителей и друг друга. И, в общем, очень строго смотрится в отношении дисциплины, чтобы это как бы соблюдалось и это постоянно воспитывается. Но, в общем, то, что я сказал, что они чувствуются с белыми воронями, этого нет. Потому что, как-никак, наша общественная жизнь санфернирская, она очень широкая, то, что дети встречаются. Вот у нас есть русская школа, это как бы воскресная школа. Они встречаются с детьми там, есть разные другие общественные организации и вечера, и все, так что дети встречаются со всеми. И в какой-то мере помогает то, что из других юрисдикций приходят, потому что опять это уже другие дети из другой культуры, с другими, как бы из другой прошлого. И это как бы все, они с другими знакомятся, и это очень помогает им, именно когда они уже выходят из своих, кончают свои годы школы, что они уже могли дальше идти. И, к сожалению, к сожалению, становится норм, что оба родители работают. Так что такие сады есть, и даже некоторые русские люди, даже и русские православные имеют такие сады. А другие просто, другие в общем есть, на то, что сады есть, но уже в нашу школу уже поступают с пяти лет. В гимназию Кириллу не ходят, что это такое? Это воскресная школа, это как бы называется русская школа. Она уже существует, сколько, наверное, 75 лет, Ник, привезли на 75 лет с самого начала. А когда начинали, это было очень, очень серьезное начинание. Дети учились в школе фактически пять дней в неделю, четыре вечера и субботу. И там главное, чтобы им давалась религия, давалась им и русский язык, русская история, русская культура. Вообще, в Америке такие школы национальные, они очень были распространенные, что, вот, скажем, у немцев были свои такие немецкие школы, скажем, ну, скажем, испанцев, у них была своя школа, есть много католических школ. Так что она имела цель дать детям достаточно понятия о своей религии и о своей русской культуре, о своем русском прошлом. И это, раньше это очень спешно проводилось, то, что даже те курсы, которые уже старшеклассники заканчивали, они засчитывались в этих университетах, как мы знаем, до того сильно было знание русского языка и русской грамматики. Сейчас, к сожалению, это уровень немножко пал, но наш новый, как бы, вице-директор епископ Феодосий все старались, не ведет, как-то это поднять, учебники более такие, потому что это все было раньше домашнее, такого не было, но нужно было создавать это, а сейчас это большой, большой спрос есть. И, между прочим, русское консульство, российское консульство с английского очень помогает в этом отношении, что не очень много книг и других материалов достают и передают на школах и лицею, и Кирово-Нефодитов гимназии, так что в этом отношении. Это была русская церковная школа, она была открыта таким архимедитом Фанасием еще до Влекиана. И фактически он всю свою душу вложил в эту школу до того, что у него был очень старенький автобус, он даже гонялся по городу, собирал детей и привозил и в школу. Так что фактически начало этой школы было именно церковной архимедитом Фанасием. Но сейчас она, конечно, уже гораздо больше и она находится как бы под наблюдением правящая архиерея и вице-директор. Это наш векарный епископ Феодосий.